Дорогие художники, срочная информация для вас, остальных просьба свайпнуть, потому что тут как бы наши секретики будут. Значит, вы постоянно спрашиваете о том, где же я продаю, на каких агрегаторах, на каких онлайн-галереях, площадках. Об одной такой площадке, не буду долго тянуть, это речь пойдет о сингул-арт. Я сейчас расскажу, расскажу, как они функционируют и как они меня уже неделю просто атакуют своими письмами. Первое письмо, которое я получила, было от рекорда. Она мне писала, обратилась ко мне как к Мишель-арт, мы видели ваши работы на выставке в онлайн-галерее. Мы хотим, чтобы ты была частью нашего сообщества, классная работа, давай присоединяйся, бла-бла-бла. И присылает мне ссылку, по которой я перехожу, вижу, что это не приглашение, не персональное приглашение в галерею. Это стандартная форма, которую ты заполняешь, прикрепляешь кучу информации, свою себе, свои работы. И мне было это все лень делать. И какое-то время назад я вспомнила, что я заполняла эту форму. Я периодически чекаю эти галереи на предмет того, сотрудничают они сейчас в данный момент с художниками России, Беларусь, Украины или нет, потому что вы постоянно об этом спрашиваете. Пишу, что классно, я знаю ваши площадки, но я уже заполняла эту форму и не получила ответ. На следующий день мне приходит письмо уже с другой ссылкой, они уже обращаются к мне как Евгения. Я понимаю, что это уже точно не спам. Они пишут, Евгения, дорогая, вот, завершай скорее регистрацию, скорее присоединяйся, вот так мы помогаем художникам, там куча кейсов прикрепляют. И давай ее с нами скорее. Присылают ссылочку, по которой я перехожу, попадаю на три тарифа. То есть в этой галереи, чтобы быть ее частью этого динамичного развивающегося сообщества, вам нужно оплатить три тарифа. Базовый серебряный за 30 евро, голд, по-моему, 60 или 70 евро и платье, ну, не могу с бракетами это выговорить нормально, и аккаунт платина за 150 евро в месяц. То есть ежемесячно вы будете оплачивать вот эту комиссию галереи за то, что размещается там свои работы. За базовый пакет и золотой, и за серебряный и золотой вы даже не получите никакой рекламы. Значит, серебряный аккаунт за 30 евро в месяц дает вам возможность разместить только 5 своих работ и какую-то минимальную аналитику. За золотой аккаунт вы получаете безграничное количество размещения работ, плюс аналитика, еще какая-то мелочь. Только аккаунт платина за 150 евро в месяц вам позволит получать еще от площадки рекламу. Даже с учетом рекламы, я вам по собственному опыту скажу, что чтобы продать картину, вам недостаточно один раз показать одному человеку свою работу. Редко такое бывает, что прям один раз увидели, сразу влюбились, нужно много касаний с коллекционером, чтобы они прониклись, как-то обрели доверие в вашем лице и приобрели работу. Даже с учетом рекламы, то есть не факт, что будут продажи. Как я уже не раз рассказывала, такие агрегаторы берут себе немалую комиссию и, в общем-то, я не заинтересована сотрудничать с такими онлайн-галереями. В данном случае галерея Сингулард берет себе 50% с продажи любой вашей картины. Окей, допустим, согласимся, я знаю, что многие художники не любят заниматься продажами, и если они снимут с нас вот эту обязанность, обязанность продавать, то почему бы и нет 50% окей. Допустим, согласимся, но с недальнего времени они вводят еще такую историю, как НДС, и которую оплачивает непосредственно художник. Ни коллекционер, ни площадка, это оплачиваете вы. НДС зависит от того, в какой стране вы находитесь, в какую страну вы отправляете картины. Это может быть 19%, может быть 23%, ну, берем среднюю, в 20% вы еще будете оплачивать дополнительно с продажи своей картины. То есть в сухом остатке в лучшем случае вы будете иметь 30%. Как вы думаете, при всех вот этих составляющих, можете ли вы вот так вот свою картину, просто вот вам пришли, позвонили, вы свою картину передали, и все за вас сделают, упаковка надежная, там, сертификаты, сбор документов, инвойсы, все эти, типа, разрешения на вывоз в Министерстве культуры. Нет, все это делаете вы сами, все, как обычно, наша рутина, все это делаете вы сами, занимаются только получением денежных средств. В течение 14 дней они вам их перечислят, а может и нет. Вот захотят, они перечислят, а чтобы они захотели, у вас должен быть европейский счет на ваше имя, счет вашего друга, подруга, брата, мамы, свата вообще им не подходит. То есть знаю художника, который давно продал картину, но ему не перевели деньги до сих пор. Даже за 50%, извините, приходите ко мне в мастерскую, становитесь рядом со мной, подмалевочек делайте, но 70% это уже как бы too much. То есть у вас будет возможность, шанс продать свою работу, а уже продаст она или нет, по сути, площадку не волнует. Ей нужны, по факту, нужны художники, с которых она зарабатывает, вот эта ежемесячная комиссия, платеж вот этот, и площадка в принципе даже может не особо шевелиться, там как-то вас продвигать, продавать. Взяла вот эту вот за вас бонеменскую, вот эту, скажем так, и прекрасно функционирует. Потому что время всех этих площадок сейчас не самое лучшее, они переживают. Российские художники, когда ушли с платформ, это огромное количество специалистов, причем очень классных, с сильной школой. Беларусь я тоже отношу к этой школе Украины, Беларусь-Россия у нас достаточно мощная школа. Эти площадки очень сильно потеряли, и сейчас вот начинается вот такая вот массивная атака. Я уже неделю получаю эти письма, давай-давай, они сначала каждый день мне присылали, потом начали уже два раза в день присылать. Вчера я получила даже промокод на 30% на минуточку. Думаю дальше поторговаться, глядишь, и платину ему предложат бесплатно. Смотрите сами, мое мнение, это необоснованная плата за их услугу. То, что делает галерея для вас, не очень мне кажется существенным, плюс мне это все напоминает такой, знаете, пирамиду. Соглашают максимальное количество художников набирают и дают с них вот эти ежемесячные проценты с обещаниями, что вот, посмотри, как классно другие начали продаваться, продвигаться, как они сейчас известны, и выставляются везде, и ты тоже так можешь, и так можно годами сидеть и ожидать. Мое личное мнение, может быть, вы уже состоите в этой онлайн-галерее, делитесь своим опытом с коллегами. Я знаю, что для стареньких и для новеньких участников там совершенно разные условия. Согласны ли вы платить 70% за то, что за вот этим посредником, либо считаете, что можно обойтись, в общем-то, и без них. С тем инструментарием, который есть у современного художника, тупо рассчитывается на галериста, на агента, на галереи и прочие составляющие. Вы прекрасно можете обходиться без этого сами. Конечно, если вы мастер своего дела. Чем берут эти платформы? Они говорят коллекционеру. То есть художник не получит деньги, пока вы не получите картину. Достоверитесь, что там все хорошо, и только тогда, спустя 14 дней, то есть у коллекционера есть 14 дней на возврат работы, если она ему не понравилась, и только после этого они смогут рассчитать художника. Сейчас сделали они еще один прикол, и даже в течение года на площадке Singular коллекционер имеет право повернуть картину. Да, деньги с художника уже никто не заберет, слава богу, но картина будет возвращена.